Доброе утро, дорогие друзья! В ближайшую субботу в Минске буду чествовать тех, кого с легкостью можно назвать супер-женщинами. Имена победительниц уже в десятый раз назовет конкурс «Женщина года». И о проекте мы сегодня поговорим с гостей нашей студии, заместителем председателя Белорусского Союза, женщин Лилии Ананич. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Рады вас видеть. Спасибо за приглашение. Да. Что же значит «Чудо-женщина»? Ну, расскажите, Лилия Снеславовна. Вот «Чудо-женщина» — это белорусская женщина. Мы сегодня видим, что в нашей стране женщины занимают очень значимую роль. 53% населения — это женщины. В экономике 49,5% тоже работают женщины. Женщины на самых разных ответственных должностях. Женщины-политики, женщины в бизнесе, женщины на производстве, женщины в социальной сфере, женщины-матери. И роль женщины настолько многогранна, что женщина успевает все эти грани не только шлифовать, но и раскрывать. А самое главное — в нашей стране все возможности, чтобы все эти грани женщины были красивыми, созидательными, чтобы мы украшали мир и свою страну. Это правда. Ну вот в конкурсе «Женщина года» сразу есть шесть номинаций, да? Шесть номинаций. Какие? Сегодня я хотела бы отметить, что женщины-победительницы уже на областном уровне, на областных этапах определены. И в Минске на республиканском финальном таком этапе состоится торжественная церемония чествования женщин-победительниц 10-го республиканского конкурса «Женщина года». У Белорусского союза женщин очень много знаковых проектов. Представьте, что за 25 лет наша организация сделала очень много добрых дел и стала лауреатом премии за духовное возрождение президента Республики Беларусь. А вот сегодня мы говорим о «Женщинах года». Номинации «Лидерство» и «Успешное руководство». Это женщины, которые смогли проявить себя на производстве, в руководстве организациями, но при этом главное такое условие для всех – активное участие в Белорусском союзе женщин. А нас в организации 180 тысяч. Так это же как выбор сделать? И вот этот выбор – это работа наших областных организаций, которые провели свои областные конкурсы. И сегодня «Лидерство» и «Успешное руководство». Женщины – лидеры в своих сферах. Женщины, которые будут чествоваться в номинации «Спасая жизни» – это женщины-врачи, женщины-доноры, женщины, которые способны в необычных, чрезвычайных ситуациях принимать нестандартные решения и помогать спасению жизней. Очень знаковая номинация «Женщина в науке». Минувший год, год науки, конечно, мы не могли обойти эту номинацию. Номинация «Хозяйка села». Это женщины, которые живут в глубинке, развивают агроэкотуризм, активно участвуют в жизни сельских территорий. Женщины, которые в аграрном секторе. Конечно, такая номинация, как «Духовность и культура». Это женщины, которые сегодня активно развивают наши нравственно-духовные традиции. И очень мне хотелось бы отметить, что вот в каждой номинации, буквально в каждой номинации, есть женщины достойные. Одна из главнейших номинаций – «Материнская слава». Предназначение женщины – дарить жизнь, нести красоту и гармонию, созидать не только свою семью, созидать приемную семью. А много таких женщин у нас в стране, и вот такие среди номинанток. Созидать страну. И вот когда мы будем чествовать, и это такая наша одна из таких изюминок, женщин-матерей, наших золотых олимпийских чемпионок, которые только что принесли Белоруссии всемирную олимпийскую славу, вся страна рукоплескала. Мы, конечно, пригласим и этих мам, и вместе со всей страной еще раз искупаем всех наших женщин в аплодисментах славы. Потрясающий конкурс в десятый раз проходит. В десятый. Это уже столько времени. У Белорусского Союза Женщин много акций и мероприятий. Но вот этот конкурс – один из таких проектов, который за свои 10 лет показал свою востребованность. Во-первых, это желание показать лучших женщин. Желание раскрыть потенциал женщины. Желание укреплять в обществе уважение к женщине и показывать ее значимость. Сегодня женщинам может очень много. Но я хотела бы отметить, что нам активно помогают мужчины. И я имею в виду тех руководителей, которые партнеры и в этом нашем проекте, руководители предприятий, организаций. Ну, а самое главное, что нам в нашей стране созданы все условия для того, чтобы развивать женский потенциал. Сегодня у женщины есть право выбора. И это право в полной мере реализуется. Женщина должна, может быть матерью, если у нее есть вот именно такое стремление, и она может посвятить свою жизнь материнству. Если женщина хотела бы активно себя проявить на производстве, посмотрите, среди студенчества 55% девушек. Это значит о том, что и далее будут расширяться ряды успешных бизнес-леди, женщин руководителей на производстве. И, конечно, мы уверены, вот такие конкурсы в следующем году уже будет 11-й, и мы сейчас думаем, возможно, о каком-то обновлении его, о расширении номинаций. И вот это призвано, чтобы еще и еще раз подчеркнуть. Женщины, дарите миру красоту, проявляйте свои таланты в полную силу, раскрывайте себя. И Белорусский Союз женщин в этом не только поможет, но и активизирует весь женский потенциал нашей страны. Ясна Иславовна, огромное вам спасибо. Во-первых, огромное вам спасибо за ту работу, которую вы делаете, и за то, что нашли сегодня возможность прийти к нам в студию и обо всем этом рассказать. Мы очень надеемся на то, что в субботу все пройдет ярко, красиво, эмоционально, что самое лучшее получит подарки. Ну и будем надеяться, что этот конкурс будет дальше расти, развиваться, становится все больше, больше и больше. Спасибо.